Эй, оу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛИБАМ! Совсем недавно мы смотрели вместе с вами запрещенные серии Даши-путешественницы и Башмачка. И оказалось, что на самом деле это популярный ютуб-сериал, который называется Даши и животные. И я сказал, если то видео наберет 20 тысяч лайков, то я посмотрю еще серии этого замечательного сериала. Ну что ж, ребята, пацан сказал, а вы сделали. Спасибо вам большое за 20 тысяч лайков. Поехали смотреть! Вау, нифига себе, блин! Это новая заставка... А-а-а! Боже, насколько это шикарный мультик, ребята. Привет, я Даша, а это животное. Мы нашли еще один камень. Давайте попробуем его забрать. Давайте! У-у-у, Башмачок, давай! У тебя получится, давай! Не получилось. Какого черта вам нужно? Извините, дайте, пожалуйста, этот камень. Он нам очень нужен. А если не отдаст, то макака его быстро на щепки порвет. Хорошо, только дайте что-нибудь ценное взамен. Что-нибудь ценное? Например, Дусу Башмачка. Она ему все равно не нужна. О, я придумала. А-а-а! Башмачок! Боже! Да не волнуйся ты так. О, вот так намного лучше стало. Да, так действительно намного лучше. Ты думаешь, облезлого хвоста хватит? Я думаю, что этого реально достаточно. Не выпендривайся, дерево! Давай забирай хвост, блин! Ну ладно. Чего вы смотрите так? А у меня примерно сейчас будет такая же реакция, как у Башмачка. Этого достаточно. Держи. Эээ, у меня вопрос. А зачем дереву парик и хвост? Что он будет делать с ними? Да не переживай. Ночью, когда он будет спать, заберем парик и хвост. Эээ, отличный план. О, подождите, это Жуль! Животное, ты слышал? Похоже, Жулик где-то рядом. Этот противный лис пытается украсть камень. Если вы его увидите, то кричите, Жулик! А он за кустом, он рядом! Ой-ой, вот Жул! Увидите лиса? Где он? Да, вот он нюхает тебе нос. Вот он. Нам нужна ваша помощь. Скажите, Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Он своровал, ты не работаешь! Нет, Жулик забрал камень. Это всё из-за тебя. Ну что, было так сложно сказать, Жулик, не воруй! Я говорил, причём раза три или четыре уж точно, Даша! Ёбаё! Я не могу с тобой нормально общаться, когда вижу, что у тебя нет волос на голове! Ладно, повезёт в следующий раз. У нас была сегодня интересная прогулка. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Ээээ, мне понравилось то, что оказалось, что всё это время у тебя был парик. Ну что ж, ребята, это была первая серия. Смотрим дальше, ё-моё! Следующая серия называется «Даша и животное-барыга». Звучит интересно, смотрим. Привет, я Даша. Привет! А это животное. Привет, животное! Мы так и не вернули хвост и мой парик. Я заметил. Этот старый пень перепродал их кому-то. И ещё этот жулик откуда-то взялся. Животное, ты слышал? Ты прав, это же Тарантас. Вот ушлёпок, я ему ща колёса-то откручу. Тарантас, если вы не знаете, если вы не смотрели предыдущие серии, или моё вот это видео предыдущее, Тарантас привёз их в ад. И теперь они пытаются как-то убежать отсюда, с этого ада. Поэтому они ищут кристаллики для портала. Зачем я вам только сейчас это всё рассказал, я не знаю. Но посмотрите предыдущее видео, чтобы всё понимать. Тарантас! Вот он, голубчик. Только тихо. Главное не спугнуть его. Да, так беспалевно. А-а-а! Да смычак! Да, тихо не получилось. Задний ход. Животное, ну блин, ты как всегда. Как вы думаете, нам идти за Тарантасом? Я сейчас, дай подумать. Даша, дай подумать. Так, идти за Тарантасом или нет? Если учитывать тот факт, что именно он вас привёз сюда, то фиг знает, куда он ещё вас может привезти. Но всё равно, я думаю, есть шанс, что он вернёт вас обратно. Поэтому да. Я нажимаю да. Я тоже так думаю. Да я выбрал да! По-любому ловушка. Пошли. В другой раз его поймаем. Ну ладно, моё мнение здесь вообще ничего не значит. Здорово! Обожаю, как басмачок ходит. Ух ты! Это ж... Барыга! Ха-ха! Что, магазин? А-а-а! Какая свинья! Собака! Какая необычная собака! Вообще, ни разу необычная. Даже чем-то похоже на Тихона. Давайте зайдём к барыге. Давайте! Йе! Йоу! Приветствую вас в моём скромном магазинчике. Привет! Что вас интересует? Меня интересует, кто ты такой, блин. И что с тобой стало? Здорово! Крутой парик! А-а-а! Да не то слово! А если ещё использов... Басмачок что-то украл. Молодец. Не делайте так, как он. Стоять как мочалку, то вообще отличная вещь. Да, придётся новое искать. Ху-ху-ху! А сколько стоит этот блохастый хвост? Он не только блохастый, да ещё и вонючий! Два в одном! Это хвост Басмачка. Продам за 10 душ. Что ещё за души? Души – это валюта в аду. за них ты купишь что угодно они выглядят так а где их взять ну можно заработать на арене она тут недалеко все очень просто выиграйте бой получите души все действительно очень просто и доступно а этот красный камень сколько стоит это вещица за две сотки отдам ну ладно мы еще вернемся мега распродажа воруй басмачок копилка и какая-то ампула хороший улов животное и так нам нужно найти арену и заработать души чтобы купить камень для портала а сможем ли мы это сделать вы узнаете в следующей серии окей ребят смотрим следующую серию тогда побыстрее чушь тут здорово давно не виделись три года назад до этих событий ждите это флешбеки это история об обычном история тарантаса провозите тарантасе он не лез неприятности ни с кем не дружил одним словом был тише воды ниже травы и еще он был поездом но как-то раз он повстречал дашу и животное слушайте у даши все круче и круче прически с каждой серии слушай а тебе не надоело это грязная работа дружище варианты есть всегда дело бабла поднимем на всю жизнь хватит тарантас не хотел связываться с дашей так как был наслышан что она занимается грязными делишками да не дрейф все очень просто нужно повозить всякие вещички или тебя эта работа устраивает тарантас подумал чутка и согласился на уговоры даши до быстро он конечно решился свернуть не на ту дорогу я не знаю почему мы начали смотреть предысторию тарантаса вместо того чтобы смотреть продолжение сериала но это и есть продолжение сериала поэтому смотрим тарантас стоп и мы сейчас макака метнемся побырику а ты тут пока постой окей как говорила даша нужно повозить вещички только она умолчала что они чужие а ну ничего страшного наверное они ж потом вернут это правильно ой ой ставь лайк если ты тоже так водишь велосипед они брали все что видели а тарантас это увозил до тарантас крутой чувак до тарантас был счастлив он впервые почувствовал что нужен кому-то но все когда-нибудь заканчивается башмачок что ты делаешь еще две ходки и хватит о папасы полицейские или тарантас газеть быстрее ой-ой быстрее бро по ходу экшен намечается по ходу честно говоря я боюсь башмачка это самый отбитый чувачок которого я знаю нужно выручать животное может в рюкзаке есть что-нибудь что поможет но мы давно не говорили рюкзак как думаете что поможет дальше выручить животное я думаю дальше вы поможет пять лет тюрьмы чтобы она немножко пришла в себя так крипер веревка мячик какая-то херня из какой-то игры и ведро я думаю крипер пригодился бы а грави пушка а грави пушка окей хороший выбор тарантас ускоряйся тарантас едь быстрее но тарантас немного перестарался ой-ой тарантас животное бежим пока ничего личного тарантас было приятно с тобой поработать теперь я хотя бы понял почему он их отвез в ад он просто им отомстил не потому что он конченый злодей они бросили беднягу ой-ой три года тарантас сидел в заперти же из-за делишек даши отомстить это все что он хотел давай тарантас стартуем понятно теперь понятно поступил что увез дашу и животное в ад ребята это был вопрос правильно ли поступил тарантас да или нет ну я даже не знаю мстить тоже нехорошо было бы неплохо если бы он отпустил эту ситуацию и как-то ну занялся бы какими-то хорошими вещами например отвез бы дашу и животное в ад ну что ж ребята а вот и серия про арену то есть до этого мы посмотрели предысторию теперь мы посмотрим серию про арену надеюсь она интересная да что да что уж тут надеется по-любому интересное привет да это животное мы знаем это здорово у меня обезьяна и лысая девочка теперь я в жизни повидал зачем пришли мы бы хотели подзаработать подзаработать значит могу предложить бой с курицей на большее вы навряд ли способны суши ну звучит достаточно интересно и легко да ладно моя мартышка тут всех разорвет а ну давай зацени бицуху а ну давай ну наверно пожалуй у них нет шансов о гоблин больше чем у меня как минимум действительно опасный парень вот-вот так что давай посложнее противника мы не собираемся тратить время на всякую мелочевку ну хорошо ваше дело представляю вам девять побед и два поражения как видите любит плотно покушать и из-за этого немного медленный скажи пару слов о себе ну что ребята походу это последняя серия где участвовал башмачок земля ему пухом желаю удачи а правило их нету башмачок немножко испугался пушку какую-нибудь он нормально деревянный меч вы что угараете сюда только со своей экипировкой приходят а нищебродом только это даем вот консервная банка ой ой беги башмачок беги у них нет шансов сам ты дурак и хватит уже прятаться за мной иди разберись уже как мужик давай басмачок мы в тебя верим у него нет шансов басмачок вот слабак может в рюкзаке есть что-нибудь что поможет нам ну если там есть ядерная базука то вполне возможно или 250 тонн тортила возможно это как-то поможет как думаете что поможет даши выручить животное 250 тонн тортила рогатка какая-то вон та на 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 штука ну наверное на на штука да да что это за бодяга это на на штука выпей животное держи давай давай хуже не будет к ли быстрее хуже не будет нифига себе офигеть басмачок ты там живой ну как сказать эх устал бедняга в рюкзак его просто какой крутой бой получился поздравляю вы выиграли 20 душ как-то не густо следующий раз поставь нормального соперника не этого задохлика хорошо следующий раз и я вас удивлю даже не сомневаюсь на камень для портала нам все равно не хватает так что давайте хоть выкупим хвост животного он служил да согласен справедливо даже немножко не похоже на досу да опять вы посмотреть или купите что-нибудь да заберем хвост а где камень я все ценные предметы убрал с прилавка да то есть недавних пор кражи участились для ну крысы слушай нам на арене какой-то хлам выдали для боя может у тебя есть что-нибудь получше ну такие вещи можно бесплатно поискать подземельях если отправляетесь куда-нибудь я укажу как же ты меня достала кстати на карте отмечены места этих подземелий мы заберем ее десятку за хвост а на сдачу карту и пару фонариков договорились ну что придется сходить в подземелье может найдем там сокровище ну что ребята значит в следующий раз мы пойдем с вами в подземелье вместе с дашей и башмачком если это видео наберет 20000 лайков ставьте лайк если вы хотите продолжение всем пока ты сидишь на диване кто-то ломает спикери в игре про спикери часть 2 теперь в игре про спикери стало всего в два раза в игре появилось в два раза больше крутых блогеров два раза больше крутых питомцев у нас даже пельмень есть круто то покупай крутые предметы и выбирай сам как будет выглядеть твоя блогерская комната тотальная кастомизация теперь в нашей игре про спикери появилась карта теперь ты можешь ломать спикери не только у себя в комнате но еще и в школе у школа отстой ломай спикери на свалке а вот это клёво если ты скачаешь игру про спикери прямо здесь и сейчас тогда ты сможешь сломать спикери прямо здесь и сейчас так чего же ты ждешь ссылка в описании